Спонсор рубрики «Ваше здоровье» – Центр стоматологии «32 практика». В результате могут наступить необратимые изменения, приводящие к стойкому снижению слуха. Причин стреляющей боли в ухе несколько. Например, патологии лорорганов или проблемы со стороны шейного отдела позвоночника. При начинающемся остром отете, при глотании, когда уже есть некоторый отек в слуховой трубе, у пациента возникает ощущение простреливающих болей. Они могут быть периодически совершенно разной интенсивности. Если интенсивность небольшая, подчас пациенты не обращают на это особого внимания. Но, тем не менее, это тревожный признак начинающегося воспаления в ухе. Также при шейном остеохондрозе, при ущемлении нервного корешка, может возникать ощущение простреливающих болей в ухе. Но они обычно не столь точечные, как при воспалении в ухе. Они могут распространяться на заушную область, возникать в определенной половине головы, сопровождаться неприятными ощущениями в этой половине головы, где стреляет ухо. Неприятные ощущения со стороны, когда расчесываешь волосы и так далее. Но понять самому, воспалилось ли ваше ухо, или это проявление шейного остеохондроза, подчас сложно. Поэтому разумно все-таки собраться и пойти к врачу, чтобы определиться с той проблемой, которая у вас возникла. Моя улыбка перестала меня радовать. Моя жена не хотела целовать меня. Я вынуждена была быть разборчивой в еде. Я не мог так жить дальше. Я хотела что-то сделать. Я позвонила в 32 практика. Я снова улыбаюсь. Спасибо, 32 практика. Имплантация, протезирование, реставрация зубов. Даже за один день. Редактор субтитров А.Семкин